Вечер добрый! Слушаете вы свое радио и, как обычно, с 8 до 10 программа «Живые», в которую приходят живые люди, живые музыканты. Мы с ними беседы-беседуем, ну и, понятное дело, музыку слушаем. Сегодня в этой студии нет никого практически. Нет ни барабанщиков, нет ни басистов, нет ни гитаристов. Никого. Он один. Ну, в принципе, я имею в виду сейчас из гостей, которые должны будут петь и рассказывать о себе. Но, знаете, вы его прекрасно и представлять особо этого человека не нужно. Он даже умоляет этого не делать. Глазами. Просто ест меня глазами, не представляй меня. Традиция. Все равно остается традиция. Сначала песня, потом уже, само собой, будем разговоры разговаривать. Давай, поехали. В логове гамбре, гнусей, бьются рюмки, звоны. Глазами. Русская тоска. Русская тоска. Пьяным дамам хочется солдатушек с лычками, с фиксами разбойничков, спонсоров летой. Пьяным дамам хочется солдатушек с лычками, с фиксами. Пьяный дамам достаточно, все равно укладывайся на руках. Про волки берегай Нам не о чем жалеть Мы все с тобой пропьем И клен с речной волной И травы, и снега И шумные рестораны И синенький платок И кольца, и меха И золото болей И маму, и отца И деток без мордой И душу ей арту Зеленых тополей В логопекам брех Нурсай Спасу нет отбеженных Сладким маком Жалятся Вены шиканы Выпьем за соку Ладых Вздятых и повешенных Наши дни веселые Души сочтены Пьяным домам Нравится Слезная мелодия Скрипача еврей Чика Слушай, свалота Пусть протухшей Жалятся Жалятся Биксы ждут Мавро Тип И никто не сможет Жить Полюбить шут Пусть протухшей Жалятся Биксы ждут Мавро Тип И никто не сможет Жить Полюбить шут Мы лихо докуем И тихо пропаем Про сказочные просторы Про волки берега Нам не о чем жалеть Мы все с тобой пропьем И клен с речной волной И травы изника И шумный ресторан И синенький платок И кольца И меха И золото Полей И маму И отца И деток Без порток И душу И арту И арту Зеленых топаний И хмурую луну И пурую копну И ссоре И разу И еле на весу И еле на весу И белок И стрелку И целую страну Светины на виской И зимы на носу И дом И дом В краю Родном Озера И леса И зайчиков И рыба И рябушек И брить И совесть И мечты И с Богом небеса Все спустим И начнем И Себе могилы Рыть Мы все с тобой Пропьем 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 — Ну, вот, собственно, сегодня молодой, малоизвестный исполнитель в студии программы «Живые» на своем радио. — Здравствуйте. — Он волнуется, я это понимаю, нервничает. — Безумно. — Безумно. — Голос дрожит у него. — Да. — Да, да. — Доброго. — Чайку выпил? — Я, да, много. — Итак, Бронемир здесь, и я очень рассчитываю на ваше внимание, а внимания уже много, и много чего написано уже, и масса вопросов, и масса эмоций, ну, само собой, в общем-то, на это мы и рассчитывали, просто потому что любят этого человека, и мы его любим нежно, и сказать по совести, ну, исполнитель исполнителем, музыкант музыкантом, еще и классным стал радиоведущим, как получилось. — Спасибо. — Так вышло. — Спасибо ему за это, и программа «Цветы пустыни», я думаю, пользуется спросом достаточно. — Достаточно серьезным, я знаю, что люди слушают ее, и потом в архив переслушивают, и все твои телеги, которые ты гонишь, как говорят, люди прямо наизусть заучивают. И многие даже фразы, сказанные Бронемиром в прошлых эфирах и в своей программе, стали мемами уже практически интернет, что ценно. Как с нами связываться? Подожди, я сейчас напомню, ладно? Ты пока еще помолчишь. — Я чеку выпил. — Спасибо, да. Так вот, как с нами связываться? Все очень просто. 46-47, если речь идет об СМС-портале, то вы пишете 46, набираете 46-47, напишите свои, пробельчик, а дальше все, что хотели бы, адресовать Бронемиру или Саше, как удобнее его называть. Вопросы, это могут быть эмоции, впечатления, это все, что угодно. Давайте делитесь. Группа, официальная группа радиостанций, сообщество своего радио ВКонтакте, там давно уже выложен анонс, и в анонсе Бронемир выделен синем, значит, активная ссылка, кликая на которую оказывается у него в сообществе, становясь участниками этого сообщества, получаете всю информацию об его передвижениях, а их много. В первую очередь, это тоже важно. Чат, пожалуйста, можете пользоваться чатом на сайте своего радио, своерадио.фм, там тоже можно что-либо отписывать. Вот там же, кстати, есть плеер сверху, в плеере слева онлайн-аудио, справа онлайн-видео, синий кружочек, это онлайн-видео, кликаете, и вот оно вам удовольствие. Вы видите картинку, которую нам предоставляет Планета.ру, замечательная краудфандинговая платформа. Там же, кстати, тоже есть чат, в котором также можно отписываться. Все, все касается нашего с вами общения, я рассказал, жду, ну, понятное дело, ждать не приходится, огромное количество сообщений уже. Пишите, будем выглядывать, высматривать, выуживать оттуда самые-самые интересные. Ну, ты пришел с альбомом, я так понимаю, с новым? Да, новый альбом, называется «Семь чудес», вот, и я сейчас специально даже подготовил такую программу. То есть ты о себе писал альбом? Я, по сути, да. Да у меня все альбомы обо мне. Да нет, «Семь чудес» же понятно. Не, на самом деле, всегда все там пропущенное через душу. «I speak from my heart», как говорил Виталий Мутко. Прекрасный английский. У Виталия Мутко прекрасный английский, весь мир об этом знает. Да, привет ему огромный, он тоже сейчас слушает нашу передачу. Я уверен. Вот сегодня он. Да, так что, Виталий, здравствуйте. Вот, мы вас, вот, с вами пересекались недавно. Надо говорить не «здравствуйте», надо говорить «good evening». «good evening», безусловно. «good evening», Виталий, «I speak from my heart», вот. «Hi, I'm your guide, I invite you to join a national exciting literature tour around Britain». «British literature is very rich. We can always find the city of repissive country connected with famous writer. The best place of William Shakespeare is Stratford, Upton, Ava». Ты готовил речь, это понимаю. Конечно, да, Лиза, thank you за чай, чай шикарный, ключница делала, просто, да. Всем доброго вечера, друзья мои, с вами Бронемир, Барты Солнечного Сталинграда. Сегодня просто, да, у меня тур большой, все видели сегодня мое состояние такое плачевное, сейчас я в Улибине начал отходить. Да, слава богу. Да, 20 городов проехал, осталось еще 48, и корпоратив на Ашхабадской фабрике ботокса будет, но это уже под новый год. Это под конец уже, это под конец, что будет твое лицо немножко привести в нормальный порядок, потому что после такого тура без ботокса, кажется, мне не обойтись. Ашхабадская фабрика ботокса, они мне натурпродуктом, то есть дают, денег я с них не беру. Естественно. Я же вижу, каждый раз ты, когда приезжаешь оттуда, ты все светлее, чище становишься. Ну, как известный человек в стране постоянно. Ты все как-то лучше и лучше с годами. Знаешь, как в том анекдоте, я пью-пью, а мне все хуже и хуже. Не-не-не, а ты тут как-то все лучше и лучше. Лучше и лучше. Что касаемо альбома, одна из песен этого альбома сейчас в премьерах крутится. У нас будет сын. У нас будет сын, да, и ты об этом знаешь. Еще кое-что я, естественно, подготовил. Спасибо большое. Я рекомендую... Он сказал перед этим, что текст, я не помню. Правда, это чистая правда. У меня просто... Мне сегодня было стыдно, как вот в третьем классе, когда я не выучил стихотворение, и мне поставили единицу на весь дневник. То есть у нас будет сын, ты так и не будешь петь. Я сегодня, если я ее вспомню, я ее обязательно исполню. А то да, как бы, конечно. Я думаю, что у начальника транспортного цеха вам удастся послушать сегодня. У нас будет сын. Окей. А что касаемо Тура, 20 городов уже позади. Позади. Первого ноября ты, Сервец, не в Москве. Увы, в Екатеринбурге, да. И поэтому, да, юбилейный концерт. В Сербловске. Юбилейный концерт в честь годовщины радиостанции ты даже посетить не сможешь, не то что спеть там. А мы на тебя, между прочим, рассчитывали. Но придется обойтись. Это я к тем сейчас обращаюсь, кто будет спрашивать, а почему Бронемир не выступает. Да потому что он в Екатеринбурге. Я в Екатеринбурге буду, да. К сожалению. К счастью. Да я не знаю, для него. Для него, к счастью, для нас, к сожалению. Да не, на самом деле, мне там, что Екатеринбург, что Москва, везде люди хорошие. Вот. А петь я все равно не умею. И просто, да, я поэтому... На самом деле, да, жалко, что Динамлю. Я просто уже тур составлен был, и я буду далеко в Екатеринбурге первого ноября. К сожалению. К сожалению, да. Для нас. Для тебя нет. Люди же везде одинаковые хорошие. Мне дадут 2000 рублей, и сулили несколько там в дорогу беляшей дать. Еще я попросил плацкарт взять без постели, чтобы сэкономить 120 рублей. Санечка, давай, дорогой мой, будем дальше идти. Хорошо. Как называлась песня? Представь, пожалуйста. Песня была «Гамбринус». Она с альбома 2011 года. 2011 года. Наконец-то. Да, я выучил числительный. Наконец-то. Вот и нет любви. Какая-то польза от своего радиолитета? Песня называлась «Гамбринус», и она была посвящена в свое время двум персонажам. Майору Евсюкову и Аркадию Северному. В то время я прочитал дневники майора Евсюкова и был в шоке. Пришел одна из записей, что его никто не любил, вот, никто его не понимал. А потом в то же время я прочел биографию Аркадия Северного, которую написал Михаил Шелик. И там тоже у него была такая же тема, что вроде как его все любили, но у него не было счастья личного какого-то. Из-за этого он пил очень от этих чувств больных. И написал песню. Я сегодня специально программу подготовил такую поселковую, потому что новый альбом получился вот на такую, на замкадовскую тематику. И песня Гамбринус, она как раз ознаменовала начало. Нужно было сделать какую-то такую мощную вводную часть. Я сегодня просто, да, буду из нового альбома тоже, к сожалению, не все песни спою, потому что, ну, там есть ненормативная лексика, которая совершенно незаменяема. Вот, например, там есть песня с таким названием... Да-да-да. Да, в честь Эдгара Алана По, она названа там... Вместо того, Паюх. Да, Паюх, да. Паюх, да. Вот, и как бы это в честь Эдгара Алана По песня, но я ее сегодня тоже исполнять не буду, поскольку там она вот ознаменовала... Вот у меня есть две песни про любовь. Это вот про Эдгара Алана По и утратил. Вот две песни. И они называются... Я их исполняю сейчас... И при этом обе шикарные, на самом деле. А поставить в эфир не могу. Да. Вот как не хочу, но не могу. И, Семен, и самое страшное то, что... Вот то, которое утратил, я сам про себя пою постоянно. Да, одно матерное слово, и то в припеве. Вот у меня что-то как-то взял... Нет, просто у тебя припев из одного матерного слова состоит. Не запикаешь. Если где-то проскочило разочек, так ничего. А когда весь припев... Когда весь припев, да, 16 раз, одно и то же слово. Ну, я понимаю, что концертные версии... Ты так думай периодически о радиоверсиях тоже. Ну, как-то совесть имей. Вот так. А то ты совесть, по-моему, тоже утратил. Мне все бабы другие все равно. Давай дальше, что это будет. Так, далее, я думаю, сыграть одну из заглавнейших композиций альбома «Семь чудес». Она будет называться «Мрачные поселки средней полосы». Я вам потом расскажу про них. Я из них только что вернулся. Вот, передаю привет городу Берюч. Там вот команданты Че не был в Берюче. Вот, всем привет, ребята. Всем семерым людям, которые там живут. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня бронемир. Поехали. Мрачные поселки средней полосы. Траурные елки, рыбки у лесы. Фира или майна, некуда расти. Ждут поля комбайна, мать его еди. Синяя дроти, шарится по рынку. Анекдот про то, как полдни лезет в крынку. Древняя корыта по ухам мчает. Инкубатор с гляни, мясо и молчат. Загрузить от воленого фраера приезжего. Из колыбных должностей вылетать за скрежетом. Алканафты ищут водку, как груно. Барышни наряжены, свалены в гумно. А под вечер танцы. Драки и качели. Классика без фураков. И биоланчели. Бычьи варианты. Склоки и рамсы. Мрачные поселки, средние палацы. Будет жизнь и счастье. Счастье навекай. Крест дает добрыня и путята. Умирали храброй смертью ярмакай. В мутанных водах новые кутята. Уносила жизни бурная река. В черные колодцы и палацы. Будет жизнь и счастье. Счастье навекай. Тем, кто сможет выплыть и не сдаться. Будет жизнь и счастье. Счастье навекай. Тем, кто сможет выплыть и не сдаться. Откуда оставаться? Позади Москвы. Мурку будем бацать. Все братва в дрова. На дорожку выпить. В дикой эпике. В солнечную припять. С креном в кулаке. Мирных бьют береты. Овцы ждут беды. Желтые кареты. Страшные суды. Плыть по рельсам. Долго движется этап. А по первой елка. Настя да под тап. Но помимо гонора. Глупого и дерзкого. По честному померут. Славны наши местные. Чудесами выдержки. Вера как грядут. В драке друга выручат. И не подведут. Раз на столы выкатят. И гостю дорогу. В любую гадину плуг. Сменят на погонды. И повалят с дозами. На врага красой. Новые матросовы. Новые лосои. Будет в жизни счастье. Счастье навекай. Крестают добрыня и путята. Умирали храбрые. Смертью ярмака. В мутанных водах. Новые кутята. Уносила жизни. Бурная река. В черные колодцы и палацы. Будет в жизни счастье. Счастье навекай. Тем, кто сможет выплыть. И не сдаться. Будет в жизни счастье. Счастье навекай. Тем, кто сможет выплыть. И не сдаться. Мрачные поселки. Хаты на боках. Крестик на десемке. Птицы в облаках. Улетают клинам. В теплые края. И цветет колено. В поле у ручья. Веронимир сегодня здесь. Еще раз напоминаю вам об этом. Понятное дело, что знаете вы его замечательным. Но, тем не менее, каждый раз наверняка находите какие-то новые смыслы в тех песнях, которые он поет. Дмитрий Клепиков вот тебе вопрос задает. Слышал трибют Корнею Колыбельное. Неплохо вышло. А потом увидел тебя в фильме о Паше Клеще. Царствие небесное. Ты там о Паше отзывался очень хорошо. И фильм вышел душевный. Вопрос у меня к тебе. Не было мысли тоже трибют записать. Или может быть что-то в эфире исполнить из песен Клеща. Песни у него отличные. Чего же говорить. Вполне на свое радио тянут те же аисты. Ну, что скажешь? Желание есть, времени нет. Да, конечно, когда тур такой-то. Да, я родственников раз в полгода вижу. Мне бы лучше ничего не петь. По-моему, нас чаще видишь, чем родственников. Я вас, да. Я вижу чаще вас, чем своих родственников. И поэтому, не знаю, Пашу Клеща очень уважаю до сих пор. Мы с ним были знакомы, приятельствовали. Отличные у него были песни. Он совершенно немного песен написал. Вот песня аисты, я бы ее, конечно, перепел. Обязательно, когда-нибудь Каин и Аисты. Вот две песни, которые мне у него очень нравятся. То есть это дело будущего? Это дело будущего. Может быть, когда-нибудь. Потому что у меня своих песен полно. Не все еще записаны. Даже не помню их всех до конца. До конца не помню, да. Есть такой грех. Слушай, тут вопрос есть на смс-портале. Сейчас я его задам. Потом расскажешь об этой песне, ты обещал. Хорошо. 46-47, короткий номер для смс. К своей пробел дальше в вашей сообщении. Здравствуйте. Вопрос Семену и Брани Миру. Что вы думаете об окружающем мире? Я когда думал ответ на этот вопрос, я подумал, ба, нас мир окружает. Нас мир окружает, да. Что ты думаешь об окружающем мире, скажем мне? Мне он нравится вполне теперь. Теперь? Ну да. Не, на самом деле, понятно, что там с годами меняется угол зрения на окружающий мир. Лет в 15 мне казалось, что вообще на ладони мир, умирать потом. Но про эту песню сегодня будет. Мне казалось, что он настолько удивителен, хорош. И что большая жизнь где-то впереди. Но он был жесток в то же время, потому что я был неформалом, а там были гопники, и все равно прессинг был жестокий. Годам к 20 я был нигилистом, тоже была волна. Мне казалось, что все люди... Гопники выбились. Вот, я стал нигилистом, да. Не, ну гопники хорошие ребята были. То есть там, по крайней мере, просто на поселке такая реальность. Ну, интеллигентные гопники. Интеллигентные гопники, да. Да, да. Вот, а... Извините, можно ли вас отдохать? Можно, спасибо большое. Дохать, да. Да, ну такие интеллигентные гопники были. Конечно, да. И 20 лет я был нигилистом, я помню. Мне казалось тоже, что мир плохой. У меня было мировоззрение, как у этих там, у людей в средневековье мрачном. Казалось, что завтра вообще весь мир уже все готовится к апокалипсису, а его до сих пор не происходит, этого не будет никогда. И мне казалось, что все люди плохие, все против меня. Вот тоже такое было ощущение. А потом, когда вера появилась в Бога, тогда мне уже вообще ничего не стало страшно, и мир мне показался в новых красках, открылся, и вот это меня радует. То есть ты пока что рассказываешь о том, что ты думаешь об окружающем мире. А так мир многогранен, удивителен. Я хочу в кругосветку сгонять, чтобы увидеть его весь. Вот, Джек Лондон гонял, я вот сегодня его вспоминал буквально в интервью в одном. И мне очень хочется побывать во всем мире. Я о нем думаю, что он хороший, то есть он как бы апокалипсиса не будет, ребят, по крайней мере, ну, где-то, наверное, до 11 октября точно. Вот. В 16 тоннах отыграю тогда. А, вы понимаете, ну да, после этого уже все что угодно. Да-да-да, хоть потом. Хороший мир. А ты, Семен, что думаешь про мир, кстати? Ты хоть от меня это услышишь? Да-да-да, потому что нам задали двум, да, этот вопрос. Двоим-двоим. Подожди, нет, я позволю себе не отвечать на этот вопрос сейчас, потому что я тебе задал вопрос предварительно о песне. Ты же как-то обещал сказать, что это такое? Про мрачные поселки. Про мрачные поселки конкретные. Так, вот что я хотел про нее сказать. А, про мрачные поселки я хотел просто рассказать, что я недавно побывал на гастролях в мрачных поселках средней полосы. Я был в населенном пункте под названием Берюч, там прекрасный дом культуры, на амбарный замок закрытый. Это там, где колонка на улице? Это где колонка на улице, когда я попросил... Расскажи эту историю. Вот, ребята, есть такой населенный пункт Берюч. Прекрасный город, всем рекомендую, там несколько домов стоит. Но Берюч, это больше не географический пункт, это состояние культуры, это эвфемизм такой. Они просто не верят, что к ним кто-то может приехать. Приехал Бронемир, там был какой-то широкий резонанс. Все семь человек, семь жителей отписывались там в ВКонтакте, на социальных страницах, что мы придем, спой песню. И даже заказы на песни делали, там, ну, 3 сентября, Евангелие от Макеавелли, вот, рюмка водки на столе. Ну, пойму. Да, был ажиотаж, я приободрился, как бы, и, естественно, поехали туда. Мы приезжаем, там амбарный замок висит на клубе, вот. И, а клуб, это, он гордо как-то назывался, что клуб. И на нем висит поясняющая надпись, что это клуб, то есть клуб. Туалет на улице, там такая огромная гора. Я думаю, о, вот где можно поиграть в царя горы. Детишки тут в царя горы играют. Такая джиджалиновская игра. Подожди, подожди, ты одну вещь пропустил. Туалет на улице и гора. И гора, то есть, а гора, вот именно где отверстие, вот это самое. Вот это и есть туалет. Это, ну, там отверстие такое, как бы, и оттуда из него гора такая торчит. То есть, как бы, его ставили еще там императрица, когда-то в него ходила. Ну, потрясающее место, как бы, всем рекомендую, как главную достопримечательность. То есть, императрица ездила в туалет, извини, в Берюч. В Берюч, да. Она проезжала там мимо и ходила в туалет. То есть, он очень старый. Очень старый, чтобы понимать, это примерно... Но так как она проезжала часто, то выросла гора. Выросла гора, да. Потому что там... Королевская. Императорская гора. Императорская династия там, как бы, ходила. Берюч, а рядом Императорская гора. Да, да, да. Я теперь знаю это. Так что, да, и там дети играют в царя горы, там, наверное, вот, когда все это подмерзает к зиме. И я думаю, а где же, собственно говоря, концерт, когда там есть вот... И я говорю своему менеджеру, я говорю, Олежа, позвони срочно этой женщине, которая заведующая клубом. Татьяна Николаевна нас встретила на своем огороде. Она там сливу там и стерно варила варенье. Вот. И как бы говорит, а, ребята, а никто на концерт не придет? Сегодня же среда. 200 рублей дорого. Я говорю, а поскольку у вас концерты? Ну, по 40 рублей делают там мальчики, по 50. И, в принципе, я понимаю, что уже ничем хорошим не закончится. Мы приезжаем в клуб сам. Она нам дала ключи от этого амбарного замка, который висел на клубе. Мы заходим туда. И она первым делом убирает единственный такой одинокий стоящий фикус. Чтобы не шибли, на всяком случае. Да, чтобы не шибли, чтобы не потоптали. Фикус, она его спрятала в спорткомнату там и закрыла на амбарный замок. А на сцене там висела с новым 2002 годом. Потом... Вот, как бы, ну, Новый год недавно у людей был. То есть с тех пор императрица не заезжала? Да, да, да. И я говорю, Татьяна Николаевна, как же тут выступать-то у вас, Господи? Там она говорит, Саш, там, а что нужно-то? Я говорю, ну, колонка есть у вас хотя бы там? Она говорит, есть. Я говорю, а где она? На улице. И тут я просто понимаю, что все там. Но потом мы нарыли одну колонку. Там один человек привез ее. Неизвестно, где он ее когда-то украл. Но это очень хорошая колонка была. Прекрасная. То есть она не только там воду разливала, она еще хороший звук издавала. Вот, на концерт пришло семь человек. Вот, но это был потрясающий опыт. Вот, я не играл таких концертов лет с 15, когда я жил в городе Котово. Нас тоже нагоняли с панк-рук-группой ездить по всяким поселкам. В Купцово, например, фееричное шоу там было однажды. В селе Авилово. В Бурлуке мы как выступали. По два концерта в день давали. В Моисеево мне вообще там первый корпоратив предложили. Я заработал полторы тысячи рублей. Мы играли на сельской свадьбе. И я просто... Серьезно, Семен. Ты пел свои песни. Я пел свои песни тогда, да. Это я тебе скажу... Глупа крови на рукаве, и все идет по плаву. Я боюсь, что эта семья долго не прожила после этого. А нет, потому что нет, конечно. Я не уверен. Жили... Как у Агаты Кристи было там в Крипе, «Любишь или нет» там в конце. А они жили недолго, но счастливо. Но счастливо. Сань, давай... Так что да, Мрачные поселки. А, да. Ну, понятно. И это про песню «Мрачные поселки средней полосы». А ты ее там пел? Конечно. Это гимн Берюча. Я теперь думаю, что да, это хит. Да, я им написал стихотворение про Берюча. Там команданта Че не был в Берюче. Вот. И потом, как бы, они сказали о гимне. Я говорю, а вот в «Мрачные поселки». Выдали мне сало там, завернули в дорогу. Там несколько килограммов. Отличные ребята. Но вот просто это вот... Берюча — это как состояние культуры. Люди никогда не верят, что к ним кто-то может приехать. Если бы это был не я, Наргиз Закирова, там, или Эрис Ромазотти, они бы все равно не пришли, потому что, ну, такого быть не может. Вот. И к ним хоть вози, хоть Кипелова, хоть кого, все равно никто не придет, потому что, ну, общее вот это уныние. — Так ты же к тебе пришли. — Ну, пришли семеро, да. Но там собиралось больше. Вот семеро их там. — Это семеро, которые решили в этот вечер не пить просто. — Да, там просто соседних поселков собирались. С Алексеевки там с засосной там писали. — Вот. А с засосной пришли? — С засосной. — О, это успех. — Да, три лесбиянки с засосной приехали. — Это успех, когда у тебя были люди из засосной. — Из засосной, да. В пользу случая передаю привет этому живописному населенному пункту во главе там со всеми. Вот как бы прекрасное место. Вот в следующий раз в засосную лучше приеду. — Пускай из Берючей приезжают. — Приезжайте ко мне из Берючей на концерты. — С императорской горы. — Давай-ка попоем. — Хорошо. — Попоем еще. Что это будет? — Так. Я уже начал говорить про поводу того, что и на ладони мир, а умирать потом. Я, наверное, спою песню, которая называется «На побывку». Это одна из самых таких мрачных песен на альбоме. Но я про нее потом расскажу. — Я понимаю. — Давай уже. — Как всегда, живой звук. — В программе «Живые» здесь сегодня. — Зачем ты все время струны пересчитываешь, скажи мне, пожалуйста? — Ой, их и так немного осталось. — Понятно же, что шесть. — Да, шесть. — Что ты их считаешь сидишь? — Я просто делаю все как на живом концерте, чтобы настроить гитару, что-то рассказать про песню. У меня просто, да, сегодня они еще ни одну не порвал пока что. Удивительно. У меня обычно за концерт несколько рвется. Так что зрители дорогие, зрители дорогие, говорю. — Ну и слушатели тоже. — Слушатели, да. Зрители, слушатели, чувствователи. Сегодня будет песня, которая называется «На побывку». — Поехали. — Добрая песня. Я ее постараюсь сыграть, как на альбоме, но вряд ли так получится. Убедительно. Но я попытаюсь. — Так. Я приеду на побывку. — Мамка, дай мне только срок. — Привезу тебе гостиницы, новый синенький платок. Будем слушать твои предни про тарифы ЖКХ. Про соседку, что наметнем от метели лазнаха. Хлопнем, вздрогнем и забудем, Сколько лет прошло с тех пор. Батя скинул жалкий мудень, С пьяно в лоб поймал топор. Фотокарточки посмотрим, Бабка с дедом первый класс. Вот она, под и на море, И уже стеклятный глаз. Молча включим телевизоры, С ним живется веселий. Покажи Малахов клизму, Вставь себе ее скорей. В Якубовича программе Откатаем суперприз. Две шкатулки с долларами, Чайный шостовский сервиз. Не родни, не друзей, Всем погост, на вороний край. Идилов наворотил, и непочатый край. Жизнь не лезь в мою колыбель, Своими грязными лапами. Тихий дон, ветхий дом, Бабуля что-то стряпает, Не надо никуда, там лес. В пруду карась и крестик на гопро не висит. Сохрани, спаси, жмурки, Деньги в бетончик, Они жмуры и ноги в бетон. Батя ищет с ремнем, Они наряд ментов. И в день погожий На солнце блестят купола, Как на спине у дядь Сережи Три кривой кола. Дружка лосится, на небо мычат быки, Как синие бычьи рожи в пивной От ледяной тоски. Но я приду, и все оттают От черного льда. Пойдем с тобой гулять по крышам И играть в города. Построим плод и уплывем, Как Эккельберри и Том. И на ладони мир, А умирать потом. И на ладони мир, А умирать потом. И на ладони мир, Умирать потом. И на ладони мир, Ты прости, что я явился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спросишь, сын, откуда это Ожерелье из ушей? И откуда эти шрамы И наколка на плечи? Где меня носила гада Растудыть меня в качели? Я, конечно, не отвечу Я, конечно, ожучусь Никуда теперь не тянусь На кулички не умчусь Огород скопаю рыбы Натаскаю три пута Хватит плакать, дорогая Я вернулся навсегда Я вернулся навсегда Я вернулся навсегда Не родни, не друзей Всем по гост, а вороний край И телов наворотил непочатый край Жизни лезь в мою колыбель Своими грязными лапами Тихий дом, ветхий дом Бабуля что-то стряпает Не надо никуда Там лес в пруду Караси и крестик на капроне висит Сохрани, спаси, жмурки, деньги в бетончик Они жмуры и ноги в бетон Батя ищет с ремнем Они наряд ментом И в день погожий на солнце Блестят купола Как на спине у дядь Сережи Три кривых кола Нож колосится На небо мычат Быки, как синие бычьи рожи В пивной от ледяной тоски Но я приду и все оттают от черного льда Пойдем с тобой гулять по крышам И играть в города Построим плот и уплывем Как Геккельбери и Том И на ладони мир А умирать потом И на ладони мир А умирать потом И на ладони мир Умирать потом И на ладони мир И на ладони мир Умирать потом И на ладони мир Ни родни, ни друзей Всем по гост, о вороний край И тело в товара силы Непочатый край Жизни лезь в мою колыбель Своими грязными лапами Тихий дом, ветхий дом Бабуля что-то стрелает Не надо никуда Там лес в пруду караси Крестик на капроне висит Сохрани смаси Жмурки, деньги в бетончик А не жмуры и ноги в бетон Батя ищет с ремнем Один ряд минтов И в день погожей На солнце блестят купола Их на спине у дядь Сережи Дрихривых кола Нож колосится На небо мычат Быки, как синие бычьи рожи В пивной от ледяной тоски Но я приду и все Оттают от черного льда Пойдем с тобой гулять по крышам И играть в города Построй плот и уплывем Как Гекель, Берри и Том На ладони мир Умирать потом И на ладони мир А умирать потом И на ладони мир А умирать потом И на ладони мир Умирать потом И на ладони мир А умирать потом И на ладони мир Это Башлачев только злой Современный злой Правда Башлачев Башлачев тоже добрым не был Эту мысль Ну я имею ввиду В песнях-то все-таки Время колокольчиков Подобрее немножко Ну да, жрали снег Добрая фраза Чуть подобрее немножко Желательно жрать снега Чуть подобрее, чем бантики, к примеру Я согласен, согласен, да Да, и эту фразу подхватили И сейчас очень многие, кстати Используют этот оборот И уже даже сравнивают Не только с Башлачевым Я смотрю там Масса других разных Интересных сравнений Но дело не в сравнениях Дело в том, что Кто-то пишет, что Говорит нормальным голосом Чего он так хрипит, когда поет Это я сейчас за тебя отвечу А вам не все равно Хрипит он или пищит он Вы тексты слышите Ведь на самом деле у Бронемира Не вокал, он же не певец Он сам сказал об этом Никогда певцом и не был Но будем считать, что он В некотором смысле Поэт, который читает Свои тексты под музыку Правильно? Все верно, да Голос у меня хриплый Вот, потому что Душа добрая Знаете, у вас просто колонки плохие Бирючевские стоят И они хрипят у вас Да, вы видите Вообще с голосом у него все в порядке Вы в топку угля подсыпьте И они будут работать лучше Я на таких работал Я записываю все альбомы на таких Да, вот так что Это у вас колонки Смотри, что пишет Александр Так подписывается человек Носков Александр, привет из Казани Давно хотел задать такой вопрос Привет из Казани Все никак не удавалось Скажи, а что заставляет Тебя двигаться вперед Не сдаваться Когда на концерт приходит Ну или приходил Например, два с половиной человека Не по вине организаторов Если, допустим В данном городе вообще такую музыку не любят Не слушают Ведь может быть и такое Как быть? Заня, спасибо за ответ Ждем у нас 25 октября Это проверка на вшивость Мне кажется Когда там Ну, ко мне пришли два с половиной человека Но они же пришли ко мне Это раз И во-вторых, они не виноваты Что не пришли остальные Поэтому не надо кочевряжиться Надо просто играть И все Не в этом в том, что остальные Ты еще не пришла Да, да, все верно У меня были такие концерты Например, недавно в Старом Осколе Там тоже было прикольно На днях Я захожу там В автомойке Концерт был Я подумал Может быть я заработал бы больше Если бы там Мыл машины и пел песенки какие-нибудь Вот Была бы классная услуга Там бронемир, допустим Моет тачку там И поет песню Вот На джигском На джигском, да Я умею Я как бы в Ашхабаде Родился Всю жизнь прожил Вот до недавнего времени Вот И получилось следующее То есть как бы Это да, это проверка Это всегда Но эти люди же не виноваты Что остальные не пришли И они пришли ко мне А не кому-то еще Поэтому почему бы и не играть Вот кстати Гегель Был такой философ Не Гоголь Который вот это писал там Вечера на хуторе А Гегель Это вот немножко разные вещи Вот как бы Передаю привет кстати Всем младгельянцам Гегель был настолько скучный лектор Вот как Ганнибал практически И он это Он когда читал лекции В своем университете В каком-то он преподавал Не помню в каком На его лекции мог не прийти вообще никто Но он как пунктуальный немец Брал и читал лекции Для пустой аудитории Вот это служение Вот это пунктуальность Я понимаю А когда Я понял тебя Все вышли из студии И никогда не выходили Все вышли из студии Я сейчас тоже пойду Отсюда Серега ты тоже Да и я заодно Проверим на вшую Поэтому мне кажется Да мне кажется Не важно сколько народу пришло Бывало всякое У меня на первом концерте в Москве Было 8 человек Я всех знал лично Только один сидел Такой знаете Хмурый дядька В майке с волком Он сидел Это было знаете где Старый Арбат Доллинхаус клуб Бывший мир приключений Я там играю И после концерта Этот дядька сидел Сидел тянул пиво там у бара И подходит такой От души братан Типа того Руку пожал А у него майка с волком Я думаю ну он животных любит Либо байкер там Ночной волк Он ночью пришел А он разворачивается У него на спине написано Чечня Это был девятый зритель мой И больше я его никогда в жизни не видел Поэтому не знаю На первом концерте в Волгограде Было пять человек Из них там моя бабушка Потом еще прабабушка И три котика были там И сосед сверху пришел С шестого этажа Вот он просто выпивал И говорит Какого черта вы орете так громко Вот А я ему сказал Оставайся мальчик с нами Будешь нашим королем Вот он послушал две песни Ему не понравилось И он ушел Но я стал в Волгограде собирать Вот последний раз было 200 человек Как бы сосед тоже приходил Но уже другой снизу Давай-ка о концертах поговорим У тебя ближайший концерт Я так понимаю В Москве А нет Ближайший концерт В Москве В Москве 11 октября В клубе 16 тонн Сего года Да сего года 11 октября Сего года Сего года В клубе 16 тонн Это прекрасное заведение Мне оно очень нравится Вот Приходите туда В клуб 16 тонн Это 11 октября Будет мой сольник Больше я к вам не приеду В Питере В Питере Будет 8 октября В клубе С названием Мани Хани Ты все помнишь Конечно А ближайший концерт Тогда завтра Не Семен У меня будет В Брянске Концерт 2 октября Вы мне можете любую дату Сейчас сказать Я до конца года Я скажу где я буду А песен не помню А песен не помню Да А дома мы не можем Дома нас тошнит Ты понимаешь Дома нас тошнит Да Даты концертов он помнит Конечно помнит Я же сам эти концерты забиваю Если бы у меня был директор Я бы сидел там на облаке За меня кто-то расчехлял Я бы конечно может быть И текстов побольше писал Было бы больше 10 песен И без мата А сейчас к сожалению Приходится самому Всю эту логистику выстраивать Поэтому я там даже в игру Так бывает с людьми играю Скажите мне Брянемир огромный привет Новый альбом просто бомба Без ложной скромности Его можно назвать Самым лучшим релизом осени Очень зрелый Цельный И очень сильный альбом Так держать Сергей Каток Я старался Спасибо Я просто почитаю тебе отзывы и все С каких-то Так Привет живые Пишет Сергей Малявин С каких-то пор заметил за собой Что Брянемир своими песнями Стал для меня Хороший друг Ни в коем случае не напрашиваюсь Друзья Очень близко мне его творчество Хотя для меня Много сразу его слушать Противопоказано Ну то есть Не на всех ты влияешь позитивно Я сам себя не слушаю Дружище Да да я тебя понимаю Да Его песни очень сильные Чекундочку Его песни Куда же она убежала так Господи прости Так Я сейчас буду искать Принципиально буду искать Нет я буду искать Только что было сообщение Его песни очень сильные И куда она делась И куда там Человек подумал и удалил И удалил скорее всего И удалил скорее всего Сабина Вафина пишет Даже не знаю что люблю больше Мощные искренние песни Брянемира Или его потрясающие истории Подача у вас необыкновенная До встречи На Казанском Хотел сказать вокзале Концерте На Казанском концерте А что было бы неплохо Сабина Вафина и Брянемир Паршиков На Казанском вокзале На Казанском вокзале У меня там есть коробочка И там плитка электрическая Я думаю что у тебя там Закуточек то есть Есть конечно Когда ты в Казани то В Казани я буду играть 25 октября сего года Сего года Место не помню честно говоря Какое Вот ну и мы найдем там Закуток какой нибудь На вокзале то Сыграю пару песен Закуток 25 закуток Совершенно верно Мастерски Молодец Это я сейчас ему как коллеги по цеху Да Ничего не подумайте Просто приходится иногда Просто общаться Таким образом С ведущей С своей радиостанцией Да Значит 25 октября Казань Приходите Я буду вам играть песни Всякие разные А давай-ка мы сейчас тоже поиграем что-нибудь Я просто хочу понять Сколько мы успеваем еще до конца этого часа спеть Давай что-нибудь Хорошо Что это будет Это будет песня с названием Кинишма Замечательно Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Бронемир А ты сейчас опять струну посчитаешь пока Пять пока что Ха-ха-ха На давай Автостанция Кинишма Автостанция Кинишма Ты стоишь Небо синее Как дембель в фонтане И во сне Можешь лыжи Свалить из страны Но тебя не пускает Твой Ваня Он наш ряд Сопляшет Брата нас Крюгат Нашин страшен Сизою булавой Лютый Воймар Тобой И забрала в кашу Дефективный супруг Нелюбимый твой Уволок тебя в перд Питернею потной Заточил в хрущевке Как дюймовочку крот Были мазы свалить Приезжал тут Залетный экземпляр Из более ценных пород Угостил кириешками Сулил Абхазию Обещал что-то там Привезти и вскор Да видать продуктового Карпий склазили Растворился и скрылся В ночи как вон Маршрутные капсики Грязь месили Коричневый яд Бабужского вилладжа Ты стонала Глаза твои просили Забери меня нахер Из этой кинешь Мы будут ляпа Люблю тебя Яшмовый надолго Хочешь тапочки буду В зубах приносит Он смотрел как сокол Что брескует подалью Мне кофейку И два с мясом Спасибо Мир пропахший Дешманской помадой И старыми тапками Пришпандориным к капелю Святцем висит Панаровская Рыболовные снасти Полкот стеклотара С остатками И бабуля погладит рукой Покрытой коростою Кухня пахла весельем И неухоженной матерью В апельсиновых горках Отряды насекомых Вредителей Скалки Склянки И склоки Отвратная Психосоматика Отчий дом Как хрущевский Зверинец И место разбития Педофил в драмкружке Осыпал непрестанными Отами Распускал волосатые клешни Тащил в свою таврию Но Афелию дали другой А тебе кушать подано Продаешь на вокзале И ждешь Леонардо Ди Каприо Маршрутные камсики Грязь месили Коричневый яд По мужскому пилотжат И стонало Глаза твои просили Собери меня нахер И с этой кинешь Мы будут ляпа Люблю тебя Яшмовый Надолго Хочешь тапочки Буду В зубах приносить Он смотрел Как сокол Что прескует падалью Мне кофейку И два с мясом Спасибо Автостанция Кинешьма В сумке самса Ты стоишь небо ясное Как участь Донецка Подускнели глаза Расплылись телеса Растолстела в конец Как японская Нецка Чарным выхлопом Выдохнул Старый ли ас Ветераны на лавке Резались в нарды И все было прекрасно Всюду кваски рогас Но к тебе подошел Живой Леонардо Белый нортик И волосы на пробор И одет точно так же Как в фильме «Титаник» Протянул тебе руку Я за тобой Сейчас приедет Роллс-Ройс Собирайся, Таня Я искал тебя долго Вот букет из роз Обомлел, как увидел Тебя с плаката Она бросила сумку И села в Роллс-Ройс Хэппи-энд Поцелуй Умчались к закату «Every night in my dreams I see you, I feel you» Маршрутные капсики Грязь месили Коричневый яд По мужскому виладжа Ты стояла Глаза твои просили Собери меня нахер Если ты кинешь Мы будут ляпа Люблю тебя Яшмовый надолго Хочешь тапочки буду В зубах приносить Он смотрел, как сокол Их в зубах не надо мне Просто люби И на этом Спасибо Маршрутные капсики Грязь месили Коричневый яд По мужскому виладжа Ты стояла Глаза твои просили Собери меня нахер Если ты кинешь Мы будут ляпа Люблю тебя Яшмовый надолго Хочешь тапочки буду В зубах приносить Он смотрел, как сокол Их в зубах не надо мне Просто люби И на этом Спасибо Ладно, не мучайся Блестящий Здравствуйте Блестящий Вот это твоя вставка Не инструментальная Это было соло Я понял, да С элементами А ты можешь сейчас Просто вот Без всякой там Вот еще раз Спеть то, что ты спел Пожалуйста Один, два, три Всего ночи в моих мечтах Я вижу тебя Я чувствую тебя Факен мазер Гоуэн 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 И ты Этейбл 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 Вот это я просто Да, я как бы Мне преподавали английский в школе Я закончил школу по классу английского языка Да И сейчас преподаю сам В Кинишме Вот Ну сказать, что Ну как Я уже столько раз говорил, что бронемир талантлив Наряду Наравне с гениальностью Он, правда, не верит в это Он сейчас продолжает упираться И рассказывает, что он Барт из солнечного Нет, ну понятно, что он оттуда Но все-таки он считает себя Несколько Не настолько высоко Это, наверное, хорошо До какой-то поры Еще мы можем общаться на равных Придет время, когда он будет сюда в эту студию заходить Пиная дверью Ногой Пьяный Пьяный Вот насчет пьяный Насчет пьяный Это вряд ли Вряд ли, да Потому что пуэра еще у нас хватает Полный шкаф Так что да Но и о другом немножко Он будет заходить и говорить Так, ну как вы тут вообще без меня поживали Нормально все Я сейчас вам новых песенок привез Клевых из Валорана Все для тебя Да, да, да Слушай, у меня к тебе сейчас просьба Я понимаю, что это бред Но тем не менее Бреда От бреда всегда весело У нас осталось буквально 3 минуты до конца этого часа Хочется сейчас закончить песни Не можешь ли ты спеть что-нибудь по моей личной просьбе Из не своего Из не своего И то, что ты делаешь на чужое Вот, например Очень нам нравилась песня в твоем исполнении Аэропорт, к примеру Ну что-нибудь из этой коллекции с вами Легко Можешь? Да Я думаю, что сейчас Прежде чем мы уйдем Секундочку Мы уйдем на паузу в хорошем расположении Друзья мои, готовьтесь Сейчас будет бомба Потому что в исполнении бронемира эти песни Это не просто песни Это, если хотите, полотна Готов? Ага Поехали Все друзья Соседи и родня Учат жить Меня Говорят Что я ночей не сплю Просто я Люблю А мне говорят Не страшна сумма А я говорю Разберусь сама Уж я как-нибудь обойдусь без вас Раз дело касается серых масс Говорят Мне говорят Не страшна сумма А я говорю Разберусь сама Уж я как-нибудь обойдусь без вас Раз дело касается серых масс Говорят Что все отдам я за Серые глаза Говорят 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 Что я ночей не сплю Говорят Просто я Дорблю А мне говорят Не страшна сумма А я говорю Разберусь сама Уж я как-нибудь обойдусь без вас Раз дело касается серых масс Говорят Мне говорят Не страшна сумма А я говорю Разберусь сама Уж я как-нибудь обойдусь без вас Раз дело касается серых масс Не дотянул немножко Ну давай на оставшуюся минутку аэропорт Это блестяще День отлета День прилета За день посчитаем Кстати переведите мне пять тысяч рублей на телефон Вот за то что я пою чужие песни Я вас умоляю Вот День День отлета День прилета За день посчитаем Нет три лучше Много пять День прилета За день посчитаем Да приписан нашим веком Скоростной режима Мы как децы Мы как децы Мы летаем Потому что каждым часом дорожим Аэропорт Стоит раба самолета Аэропорт По мне скучает высоты Аэропорт К лети меня встречает кто-то На том конце воздушного моста На том конце воздушного моста На том конце воздушного моста Я беру с собой в дорогу Вместо чемодана Сумку с надписью Динамо Ручку и кроссворды Сумку с надписью Керамзитная плитка ООС Иктывкарский завод Прекрасная Вот я сегодня шел на передачу И видел Керамзитную плитку Ну что давайте продолжим Мы вернулись из аэропорта Там в принципе достаточно прохладно Но тем не менее Люди там добрые Бронемер сегодня В программе живые Представлять его особо не нужно И я понимаю прекрасно Ваше воодушевление Друзья мои Огромное количество сообщений Какие-то из них Естественно попадают в эфир Какие-то нет Но была пауза долгая Поэтому надо бы что-то спеть Что это будет Так Дорогие слушатели Я сейчас наверное Буду петь какие-то старые Песни в перемешку с новыми Если у вас будут Какие-то пожелания Вы тоже пишите У меня совсем не много Песен без мата Их всего штук десять Но меня очень порадует Если вы хотя бы Пять из которых ты уже спел Пять из которых ты уже спел Вот Да как бы Серые глаза Это вот была Песня Ирина Салтыковой Потрясающая певица Лучшая рок-певица России я считаю Вот Всем привет А песня про серые глаза Это песня про масонскую Тему как бы глаз гора Как бы И тем более всегда его серым рисуют Как бы И там я услышал в припеве На девяносто третьей скорости Что А мне говорят не страшна с ума А я говорю Разберусь сама Уж я как-нибудь обойдусь без вас Раз дело касается серых масс Это действительно было Удивительные песни Послушайте Салтыкову Там например Эти глазки Эти голубые глазки Тоже там намеки есть Очень такие страшные Эти голубые ласки Ну там по-разному бывает Вот Я вам хочу сказать следующее Если у вас будут какие-то пожелания По песням Вы мне про это говорите С нового альбома Сегодня будет немножко Совсем песен Потому что все они почти Не цензурные Так что я принимаю ваши заказы Вы пишите там в личку Какие песни Возможно что-то будет исполнено Простите за многословие Просто У меня голос сел немножко И я стараюсь Его как-то опять разболтать Так Угу Ну Ты так и не сказал Что ты будешь петь Да Песня с альбома Забикс Она называется Клопы Просто что-то очень хочется Светлую спеть А то первое отделение Было мрачным Клопы очень светлая песня Я согласен с тобой Как всегда живой звук Программа живой Здесь сегодня Светлый бард Из солнечного Волгограда Бронемир Вспомни себя находяжною палкой Прилежною девочкой паинькой Клиенты не били тебя по лицу А в ночь приходил Дед Мороз Ты мерзнешь на трассе с капалками Есть прайс и другая мамочка И Карлсон сто лет как дорогу забыл Дорогу На улицу рос На улицу рос Вспомни себя малыша горбутка Тогда ты расчесывал волосы Смешным гребешком на дурацкий пробор Брал ранец и шел в первый класс Теперь ты сидишь от звонка до звонка В тельняшке лишь черные полосы Маманю по лету снесли на погост карабинку Совсем заждалась Совсем заждалась Вехри враждебные Взмеклись Жнец убирает снабы Смелуйся, господи Смелуйся, господи Смелуйся Смелуйся Мы тупы Мы слепы Мы клопы Мы тупы Мы слепы Мы клопы Мы клопы Вспомни себя карапуза с бубоном Восюдку с коллекцией вкладышей Там были и турбо, и бом-бим-бом Нашивка с секретным Фак ю Теперь ты горлянку полощешь бурбоном И форт не берет тебя за душу Уже не сравнять Ни киркой, ни кредиткой Кривунью Дорожку твою Дорожку твою Вспомни себя восьмилетнего шкета Тогда ты мечтал стать разведчиком В траншеи за домом гремела война И пуля тебя не брала Теперь ты стреляешь Одни сигареты и мелочь С утра и до вечера Штурмуешь лишь только Пивные ларьки Ползешь Как пластун до стола Как пластун до стола Векри враждебные взвелися Шнец Убирает стопы Смелуйся, господи Смелуйся Мы тупы Мы слепы Мы клопы Смелуйся Смелуйся, господи Смелуйся Мы тупы Мы слепы Мы клопы Мы тупы Мы слепы Мы клопы Мы тупы Мы слепы Мы 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 Заложим Спасибо за добрые слова Дай вам господь бодрого здравия И вот сообщение с которой я не могу не прочитать Уважаемый Семен Передайте пожалуйста привет этому удивительному человеку моему другу Огромнейший привет от Яковенко Александра Другодетства Братка привет Здорово Сань Смотри как приятно А где он живет то Саня живет в Москве Это человек с кем мы дружим пол жизни В 15 лет мы пили самогон в пионерском лагере Острое перо Именно так все начинают В лагере Надо было просто сказать в лагере Острое перо Вот и мы были в одном отряде Практически Санечка привет Спасибо что слушаешь меня сейчас Мой голос изменился немножко Вот Дай бог тебе здоровья Вопрос от Сергея Малявина Почему такой Насколько я вижу оптимистичный в жизни Человек пишет такие мрачные песни Я не знаю Мне кажется Баланс какой-то определенный должен быть Давайте еще буду сейчас грустным Не буду ничего вам рассказывать И буду плакать Как какой-нибудь там гребаный Шарль Бадлер Там как все плохо Мир умирает Мир плохо Да нормально все Ё-моё Просто я вижу какой-то Тоннель реальности Мрачный Но там тоже живут люди И люди хорошие Разные И об этом я хочу сказать А на самом деле Это ну Оптимизм Это наше все У меня неиссякаемые Это наше все Это наше все Вячеслав Коновалов пишет Вечер добрый уважаемые Свои живые За гамбринуса отдельное Спасибо товарищу бронемиру Спасибо Одна из любимых песен в его творчестве Будет ли она звучать в концерте в Томске Металист Вячеслав спрашивает Спасибо Саня ждем в Томске Металист Вячеслав привет Доброго вечера А у вас там уже ночь глубокая в Томске Огромное спасибо что дождались этого эфира У вас там по моему плюс три разницы Привет Черему там району под названием Черем Прекрасный район И конечно будет Он и там Ашнягупников знает Я всех знаю практически да В Томске у меня живут прекрасные слушатели Рамиль и Вася Вот пацаны привет вам Спасибо что тогда меня в спортзал вытянули Потому что Ну меня радуют ваши успехи И вообще Я приезжаю в ваш город всегда с большой радостью Вот И гамбринус конечно будет И все вообще что вы пожелаете Даже рюмку водки на столе Которую вы от меня постоянно требуете Я уже выучил Я обязательно спою Пацаны только не бейте Олеся Скасырская пишет Здравствуйте очень нравится творчество Бронемира Брат подсадил Были недавно на концерте Хотели услышать песенку Андрюша или Лили Матлен Хотелось бы и сейчас услышать привет из Ростова О ростовчане здорово привет Ростов папа здравствуй Особенно привет району Нахичеван Там у меня живет там Вот Несколько Да Несколько карлиц знакомых Прекрасный район Я там на кладбище хожу на ваше Периодически А чем ростовское извини кладбище отличается К примеру от Волгоградцев Фамилиями Фамилиями отличается Там более забавные фамилии Например Жучкин Вот Но это ладно это частности Дело в следующем Вот ростовчанин Жучкин Там был такой Причем он живой как бы Вот насколько я понимаю Потому что Похоронен был живой Да Похоронен живой А это кстати новая фамилия Похоронен А рядом Жучкин Похоронен Да Директор кладбища Похоронен Или там ПО Хоронен Павел Олегович там Павел Асвальдович Да Ростов привет родные Я просто Андрюшу естественно не спою Из толерантных соображений Просто потому что я хочу Вот мы европейцы Ё-моё Нам нужно быть толерантными Песню про Андрюшу не спою Потому что Андрюша это совсем не европейское имя Вот А я презираю не европейские имена Песню Лили Марлен для вас Для ростовчан Вообще без базаров Как бы я просто ну говорю по интеллигентному в основном Но вот Ростов очень люблю Просто мы с вами соседи же У меня вот сегодня Майка Сталинград А рядом Ростов Пускай мы на футболе постоянно там конфликтовали Там сельпо конфликтовало с нашими трактористами Но на деле Ростов это был самый первый город Гастролей моих таких На концерте в клубе Камилот в 2005 году Было где-то человек 15 И недавно половина из них пришли на последний ростовский концерт Я их не видел 10 лет вот с того времени Ростов привет Лили Марлен Беспроблемно Ну так давай Прямо сейчас Конечно Специально для жителей города Ростова Вот привет Отдельное жителям новочеркасских лесополос Отдельный привет там Отдельный привет всем жителям там поселка Октябрьский Они сейчас слушают все пацаны как бы там И привет отдельный персоналу кафе Снежинка В котором Андрей Романович Чикатило любил пить кофе ранним утром Огромный привет Району Нахичеван Огромный привет Северному Огромный привет всем пацанам Которые ходят на мои концерты И девчонкам Девчонки у вас очень красивые Вот У меня там была супруга Вот Сейчас с похороненным там рядом Вот Как бы ну живет Естественно сняла хату себе там Деревянная Ну Улица деревянная Друзья мои Ростов-на-Дону Я к вам приеду через год ровно Приходите Приводите с собой новую паству И мы будем с вами играть песни Про Андрюшу И про Лили Марлен А кстати Андрюша там у вас был Андрей Романович Вот как раз Чикатило Песня была про него Я спою песню Лили Марлен Я не буду про нее много говорить Потому что говорить я совершенно не умею Это правда Абсолютно Вот У меня тут Мишка сидит Мишка Мишка подтвердит Синхайзеровский Мишка Вот Синхайзерский Мишка Всем привет Ну давай Давай Лили Марлен А Бронимир здесь сегодня Как всегда живой звук Программа «Живые» С поля битвы мчатся на небо маршрутки Через морево На палмовых долинах Ты сидишь И нервно куришь В самокрутке Приды шилом гряды Дымом не спален Ты любил ее Арийские веснушки Как Артурчика Застенчивый Верлен Ты халил ее Ты лепетал на ушко Будь со мной моя Лили Марлен Лили Марлен Ты халил ее Ты лепетал на ушко Будь со мной моя Лили Марлен Пряди падали на снежную берину Поцелуи застывали на груди Вспомни как она стенала и горела Как она тебя просила Не ходи Но ты пошел Тебе хотелось быть всех круче Уфиншу с коровь березовых полен Любоваться ложем сверженного тучи И делить его слили Марлен Любоваться ложем сверженного тучи И делить его слили Марлен С глаза пира не прольется непробили За щеглов погибших в праведном бою Генералы толстосадые скормили Тонны мяса молодого воронью Задрогает рупор робот-кавальер Поднимайся, Родина с колен Ты повелся на развод И хлопнул дверью И забыл свою Лили Марлен Ты повелся на развод И хлопнул дверью И одна теперь Лили Марлен Собли острые на солнышке сверкали Ты отчаянно И храбро воевала Боги спарты Веселясь рукоплескали Наблюдая этот дивный карнавал Дождь кровавый Поливал твое забрал Губы с на лесок трофейных махдалена Под крышкой у колеглазого капрал Сладко спиртвая Лили Марлен Под крышнёй У колеглазого капрала Сладко спит Твоя Лили Марлен Все прошло Расстаял дым над Ватерло Кунны водкой Поминают братанов Ты кричал, Лили I want to be your lover Полно жопа костылей Артинов Ты вошёл Врицая кульмскими крестами Развесёлый И без ноги Губим плен А на полу бледна И съедена глистами Сладко спит Твоя Лили Марлен На полу бледна И съедена глистами Сладко спит Твоя Лили Марлен На полу бледна И съедена И съедена Глистами Сладко спит Твоя Лили Марлен Кукольник Сегодня у нас Программ Проигрыш с элементами Карабас Бронемир Проигрыш с элементами Соло был Карабас Бронемир На самом деле Смотришь, что пишет Александр Кирьянов Сейчас будет у меня упрёк И к нему В некотором смысле Столько слышал от друзей Бронемир 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 Уж не вспомнить с каких-то пор А слушаю и смотрю впервые Заслушался Спасибо Давненько не заслушался Привета солнечного Казахстана Казахстан У вас есть хороший город Павлодар И ты Александр Кирьянов Я тебя знаю Ну вот Ты живёшь в Павлодаре И ты участвовал в Суховее А ещё я знаю про тебя всё Привет, Сань Слушает впервые Впервые слушает, да? А, ну здорово Так вот Я надеялся на то, что Люди слушают вообще-то Эфир Своего радио Сейчас, например Во-первых, песни Бронемир Представлены в ротации А сейчас идёт активно Песня с нового альбома Семь чудес Которая называется Альбом Я имею в виду и песня У нас будет сын Она постоянно Несколько раз в день Проходит в эфире Так что вот Насчёт того, что Так сказать Слышал о нём И не слышал никогда Ну, мне кажется Это несправедливо Ну, про меня только ленивый Музыкальный критик не сказал По-моему Про меня все сейчас говорят Ну, кроме канала НТВ Вот Я в поле чудес скоро буду участвовать В эпизоде Как приз Да, как приз В чёрном ящике Открывает ящик Да Бронемир Да я на самом деле мало кому известен Я понимаю Потому что, ну, мне не хватает Немного там рекламы какой-то что ли И уверенности в себе Чтобы, ну, там, кататься по городам Вот свинья Поэтому, да Вот свинья Неблагодарная Я шучу, я шучу Вот свинья какая Ну, ладно Значит, Анжелика Аскарова пишет Хочу сказать спасибо Бронемиру за кавер на песню Враги сожгли родную хату А я её спою, если хотите Всегда боялась, пишет она эту песню Не могла слушать А у вас она получилась так душевно и грустно Такая светлая С удовольствием послушала от начала до конца Спасибо вам Ещё и люблю околчину и можжевельник Ой, какие вы хорошие песни говорите Очень лёг на душу Ой, спасибо Спасибо за то, что вы выбрали очень прекрасные песни Ну, я просто Сегодня планировал спеть Либо враги сожгли родную хату Либо можжевельник Это сделаем мы обязательно Спасибо за добрые слова Враги сожгли родную хату Там с ней история была такая На 9 мая меня попросили спеть для ветеранов И я выбрал в качестве такого трибюта в 2010 году Или в 2009 это было, по-моему Я не помню в каком точно Враги сожгли родную хату И с тех пор решил её исполнять периодически на концертах Сейчас я вот еду в туре и завершаю ей практически Ну там одна из последних песен на каждом концерте Вот Спасибо Хорошо, что я выбрал для ветеранов именно эту песню Конечно Ну она меня как-то более импонировала Но я там свою музыку вставил в неё Просто я боюсь, что многие из них После твоего концерта не дожили бы и недели Если бы послушали то, что ты поёшь обычно Ну да А вот враги сожгли родную хату Действительно песня им близкая Понятно, что её петь надо было бы А ты когда её планируешь петь? Я её планирую петь сегодня 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 До конца сегодня, имея в виду эфир Осталось полчаса всего Полчаса Да я успею себе Конечно Она же коротенькая в принципе Ну в общем да Она в отличии от твоих песен Она да 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 Это качественно отличается Коротенькая Да Я просто сижу и и и и иду Прощальный танец Ерша Вот человек просит Ой, я её точно не помню Она просто не звучит в электричестве Мы кстати её возможно сделаем в электричестве Я пока не буду про этот проект говорить Там мне Захар Прилепин предложил одну штуку По поводу Ерша Вот Он мне предложил Ерша сначала Вот потом Прощальный танец сделать в электричестве И мы сейчас как раз Завтра его увижу Будем с ним об этом разговаривать Может быть когда-то у меня будет Электрический состав Я об этом не считаю А в акустике она не звучит Я её сколько пробовал Давно тебе об этом говорю Пора уже Ну надо да Как всегда лучшая чумовая подача Саша Сори что не получилось в этом году Пригласить тебя в наш мрачный посёлок Привет из Валдая Евгений Набережнев О, Жень привет Здорово Городу Валдаю привет Особенно вот той бабушке буфетчице Которая звук нам настраивала в прошлый раз На колонке которая была на улице Слушай ну да Это совершенно как бы Там прекрасность кафе называется Услада То есть там Вот раньше это был клуб кайф Теперь это называется кафе Кафе Услада Поскольку да Зачем нам там заморский петинг У нас есть свой славянский щуп Вот примерно то же самое Ха-ха-ха Вот это да Зачем нам их заморский петинг Там у нас есть свой славянский щуп И зачем нам вот эти клубы Вот эти кайф У нас есть кафе Услада То есть там Отличный синоним я считаю Привет всем ребята Валдая Я к вам обязательно приеду Особый привет Моему другу участковому Вот местному вот СДПС Вот ему огромный привет Это у меня есть такой слушатель Еще куда вы тут бабу дели Которая была на концерте И плясала вот одна Вот Она куда-то потом делась И все А ей так песня про печку понравилась Вот Привет Валдая Я к вам приеду обязательно Ну не срослось так не срослось Снег растает Там потеплее будет Дороги у вас там растают Все будет хорошо В чате на планете пишет Атанасиус Пернат Так за человек Хорошее у вас имя Так у меня прям Бронемиру Большое спасибо за творчество Стало открытием года Спасибо Даже стыдно что не слышал раньше Ну в общем стыдно должно быть Если вы Атанасиус слушаете Радиостанцию Своё радио То в общем странно что вы не слышали Потому что постоянная ротация Он звучит В электричеством Ну в смысле не под гитару То есть там полный звук Абсолютно полный звук в песнях Которые звучат в эфире Есть вопрос Знакомый лиц с творчеством Юрия Мамлеева Юрия Витальевича конечно знаком Мне нравятся у него сборники Черное зеркало Там один из моих таких Наверное любимых Российских писателей Ну в десятку он всегда входил Мне у него нравится Цикл американских рассказов Там например Рассказ Чарли Легендарных шатунов Его я так до сих пор К своему стыду и не читал А вот Юрия Витальевича Мамлеева Мне недавно еще один Сборник его подарили И там все равно Компиляция из старых Да это великий такой Метафизик наш Я помню что где то Наверное в 70-е Годы он себя позиционировал Как писатель-сатанист А потом уже в наше время Он стал свое направление Называть мистическим реализмом Ну наверное на меня Юрий Витальевич чем-то повлиял Но я его не могу читать За поями Потому что там читаешь Однажды Иван Иванович там умер И все И каждый рассказ так начинается Вот У меня была история Просто она не печатная Я не могу ее рассказать Сейчас в эфире Вот Как Мамлеев там Когда меня менты приняли Вот как они там Понятно Я не могу про это Снимаем Снимаем Расскажешь после эфира тогда Да Потерпим уж как-нибудь Значит Сергей Северский пишет Вот что от нового альбома Иногда кажется что прорвать Этот темный тоннель Реальности может только чудо И от этого становится страшнее Чем от старых альбомов Альбом отличный Большое за него спасибо Спасибо Вот народ уже тебя И за новый альбом говорит Благодарности высказывает Спасибо большое Красный мят войны Или малыши Очень хочется услышать Ну смотри какие люди Песни просят Вау Вау Спасибо огромное Просто мы исполняли их Всего единожды В прошлом нашем эфире И я сказал то что Они исполняться больше никогда не будут Это песни с альбома Которые Которые да И сейчас мы когда Там последние экземпляры его буквально остались Они тоже есть на концертах Когда мы его распродадим Я его уберу с iTunes И отовсюду Этот альбом канет в небытие Так же как он был И эти песни Они просто нигде не исполняются Я тогда их эксклюзивно Исполнял всего один раз К сожалению не могу Исполнить вашу просьбу Но спасибо что Вы эти песни знаете И слушаете Такую установку себе сделал Бронемир Альбом был записан Да это мой загон уже Как благотворительный альбом Само собой Ну а хотя Владимир пишет здесь Даль Так это же свое радио Это дело не ваше Это свое радио Это лучшее радио вообще Спасибо Понятно что да Дело не в этом Дело в том что он дал себе установку Больше эти песни не исполнять И он эту установку Собственно говоря исполнял Просто да Как говорилось в наших Интеллигентских кругах Нужно за базар Все таки мне свой отвечать А еще хочу про этот альбом сказать Предыдущий Огромную благодарность Всем своим слушателям Выразить Спасибо вам огромное За то что откликнулись На мою инициативу Соточку мы уже туда переправили И это здорово Это здорово Вот Давай петь дальше Что это будет Добро Раз меня просили Забыл как имя этой прекрасной девушки Она меня просила спеть Враги сожгли родную хату Я сделаю это Анжелика по моему Анжелика у вас шикарное имя Вот Я видел однажды вашу тезку У себя в городе Анжелика Варум был на ее концерте В городе Котово Она на дне города у нас играла Потрясающая артистка Анжелика Хорошо Специально для вас песня Я не желаю вам чтобы ваши враги сожгли вашу родную хату Я желаю вам счастья Песня Враги сожгли родную хату Классный город Котово Что-то хочется съездить Котово шикарный У нас много артистов там выступает Парадист Песков Например Это потрясающе Однажды там был концерт А так вот как ты видел Варум Вот я полагаю что да У меня сомнения потому что он приезжал очень часто Но Варум какая-то была 2 метра ростом С огромными волосатыми руками как бы Вот И она почему-то пела песню там И она орала Привет Котовск Нет А это орал Сергей Пенкин К нам когда Пенкин на день города приезжал У нас там жители как бы немного интересные Пришло много разных интересных зрителей Да Как бы они были и они ему орали там какие-то наши шутники местные Орали Шалун Шалун Вот А он им отвечал взаимностью Это был тончайший троллинг там Привет Котовск А наши уже там называться были кем угодно готовы Он нас назвал Котовском А они его Шалуном Так что жили коварум была огромная такая детина там низкорослая Там ну где-то метров 200 наверное Два метра ростом И с огромными волосатыми руками И в очках таких с огромной роговой оправой Да так что у нас там Но потом сказали А на следующий день выступал парадист Песков Уже за 100 рублей вход там вместо ДК Вот И возможно это был один и тот же человек Да А потом приезжал Агутин метр пятьдесят Агутин да Вот Леонид Агутин Да Маленький Как всегда живой звук в программе живые А песня грустная будет Но если я не буду ничего говорить веселого То у меня вообще будет печальный концерт Вот так что там Давай давай Поехали Враги сожгли родную хату Сгубили всю его семью Куда теперь идти солдату? Враги сожгли родную хату Кому нести печаль свою Пошел солдат в глубоком горе На перекрестках двух дорог Нашел солдат в широком поле Дровой поросший бугород Нашел солдат в широком поле Дровой поросший бугород Стоит солдат И словно ком я Застряли в горле у него Сказал солдат Встречай просковь я Героя мужа своему Готовь для гостя угощенье Накрою в избе широкий стол Свой день Свой праздник Возвращенье К тебе я праздновать пришел Свой день Свой праздник Возвращенье К тебе я праздновать пришел Возвращенье 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 И с болью в сердце говорил Я шел к тебе четыре года Я три державы покорил Хмелел солдат, слеза катилась Слеза не сбывшихся надежд И на груди его светилась Медаль за город Будапешт И на груди его светилась Медаль за город Будапешт Враги сожгли родную хату Сгубили всю его семью Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Все, что поет Бронемир, свое, чужое, оно превращается в свое Это удивительное качество, конечно Вроде бы песня известная и песня не своя А слушаю ее и понимаю, что кроме как Бронемира ее никто спеть бы другой не мог Вот такое странное ощущение Как ты все это перелопачиваешь, как ты все это перерабатываешь, понять не могу Привет из Барнаула Саня, ждем тебя с нетерпением на новом месте Надеюсь, мюзик джем бар тебе придется по вкусу Андрей К. Так подписался Спасибо большое Город Барнаул, я у вас буду играть 17 ноября Все помню Все помню Бар называется мюзик бар джем, по-моему Или мюзик джем бар Ну только что я прочитал, что он так и называется Мюзик джем бар Мюзик джем бар Он все помнит, но ничего не слышит 17 ноября в Барнауле Я очень люблю алтайские края У вас там красиво, приеду Все, люди теперь будут ждать тебя в Барнауле Смотри, а хотя нет, ты же пацан правильный Ты слово дал, слово выполнишь в обязательном порядке Что касаемо песен Много чего заказывают, но я имею в виду просят Много каких разговоров здесь идет о том, как надо, что надо спеть Здорово Есть соблазн один большой Но все зависит от того, сколько ты выпил чаю уже к этому моменту И насколько твое сознание пока крепко Оно всегда крепко Оно всегда спокойно Я бы, конечно, хотел, чтобы ты спел, утратил Но вот сможешь ли ты сдержать себя и, так сказать, спеть правильно, как ты однажды спел ее в эфире? А, точно, Семен, было же Но у тебя тогда, наверное, волос седых прибавилось Нет, у меня их и так достаточно А, в принципе, я чего, детям страшно, а мне-то уже привычно Ага, нормально Утратил, да беспроблемно, абсолютно Ты же помнишь, как ты ее тогда пел Ага А я в напрасной скуке трачу судьбы отчитанные дни Мне так уж тягостные дни Спасибо Я знаю, век мы уж измерим, но что продлилась жизнь моя Я утром должен быть уверен, что с вами днем того там я Увидел я Это письмо Онегина к Татьяне Совершенно потрясающее произведение А я хотел песню спеть про «Утратил», да? Не вопрос, я это сделаю совершенно легко А, кстати, песня «Утратил» вот она будет так называться Про меня скоро фильм выйдет Вот, про дурака Вот, и там будет песня Как раз мы даже в титрах написали, что песня называлась «Утратил» Про меня, Даш, кино А как ты ее пел-то там? Я ее... Запикивали? Не, пел натурально, да Но запикивали там А как это можно? Это была соло на азбуке Морзе Это в том и дело, что это Но ты ее! Да-да-да Прощай, цыганка, сыра! Вот примерно так Она есть у меня в базе Я, конечно, могу показать людям, как она звучит с запикиваниями Но это сплошной пик А потом, Семен, да, я ее обозвал песня «Про-е» Вот помните, да Да, вот «Про-е» нормально «Про-е», то есть «е» — это женское имя И «про» — это такое, как бы, это самое Хорошо, вот как вот писали там Я почему процитировал письмо Омегина к Татьяне? Потому что Александр Васильевич Пушкин Мой любимый русский прозаик Он очень сильно любил Вот именно вот эти вещи «К-е» там, допустим Очень любил Я думаю, что там тоже были Очень любил Так вот, я сейчас очень прошу людей, которые не знают эту песню Сделать следующее Это несколько, скажем так, непростая задача для мозга Когда Бронемир будет петь в припеве А он поёт это часто в припеве Там много раз повторяется про «е» А вы вспомните, пожалуйста, например, про «бал» Про «бал», да Ну, к примеру, да Лев Был такой спектакль замечательный «Лев и бал бабочек» Чё вы ржёте-то? Афиши висели по всей Москве Лев и бал бабочек Так что не надо вот этих вот гнусных инсинуаций нам Да, действительно, не, русский русский... Так вот, когда он будет петь в припеве Он и про «е», вы вспоминаете про тот самый бал И тогда у вас всё сложится Не, просто да, там одна же песня была Это вот эта «Запись сделала ли мы в ЗАГСе» В другом месте находится Ненормативная лексика является филейной частью русского языка Русского языка, да А вот что касается того, вот этих частушек, которые ты сейчас надпевал Я знаю их целиком, там огромное количество припевов Конечно Чудных совершенно И вот этот палец в жо... Пальцем в жёлтое колечко Пальцем в жёлтеньком колечко И тогда «Запереди, запереди в куновика» Всё, стоп, стоп, всё А теперь давай мы споём про «Утратил» Друзья мои, да Для всех чистоплюев и нежных ушей Я представляю, песня о нелёгкой и невосполнимой утрате Легкомысленным молодым человеком Предмета своего обожания Скорее всего, любимой девушке Песня называется «Про-Е» Погнали! Она бы пошла В избу за тобой на пламя По тёмным недвижным водам На дно в двадцать тысяч лье Стереться в песок и стать Твоей молчаливой мебелью Послушной песцовой спутницей В дарённом тобой колье Кормилась твоим огнём Летела бутылкой шкучей Сияя над парикадами Под пенье стальных цимбал Победу встречать вином В раю возлегать под кущами С тобою грозою севера Но ты я июю Ты я июю Ты я июю Ты я июю Ты я иююю Она бы пошла с тобою к сибирским рутам За чифером в грязной кружке, за тубиком гнить в парай Она бы смогла легко стать твоей добычей Стерпела удар дубиною и мокрый пещерный мрак А после телячьих нежностей в тревожных советских сумерках Ты мчался бы с букетом, краденым восьмеркой в окно лопал И вместе на лифке, треснувши, отправились бы на окраину Жизнь с вашим пестрым юнити Но ты, я при Ты, я при Ты, я при Ты, я при В любой незавидной участи На самой паскудной должности Была бы тебе опорою Единственной и родной Она бы смогла сносить Попои твои и выходки До самой костыльной старости Таскать за тобой судно Спасать в самый длинный срок Иконою под подушкою В старухе тюрьме Камышинской Среди мусорских хлебал И в письмах дарить тепло Что наглый дубак не вытащит За связанным ею свитера Но ты Но ты Но ты, я при 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 Блестящая вещь на самом деле Блестящая одна из лучших в принципе в музыке Я читаю российская вещь Тут народ стал предлагать тебе потерял Вы знаете как Слово Потерял это Аврам Руссо Это да, это совсем другое Знаю тебя я там потеряю Да, в том то и дело Что от одного слова многое зависит На самом деле Слово это оружие И подменять его нельзя Другое дело Что у нас все таки станция Эфирная 12 плюс Ни в коем случае нельзя себе это позволять Всякого рода такие Приходите на концерты Но на концерте На концерте Иногда там как бы Некоторые буквы еще пропеваю Пропеваю Потом да Зачем Ну вот с припева этого Некоторые буквы я все таки пою Помимо про Ну это не некоторые Ты все поешь Как надо Да 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 Как и положено Даже твердый знак Я в этой связи и хотел сказать Что слово Оно Очень многогранно И потерял здесь никак не ложится Совершенно да На него приходится Лучше проспить Чем применять как-то слова Ну да Просто на него приходится Основная эмоциональная нагрузка То есть это человек Который утратил девушку Он ее там любил Но потерял Такое бывает Ну пропил там ее В нарды проиграл там Ну по-всякому бывает И вот поэтому Тема в том то что Если я заменю это слово Вся песня потеряет силу Это как Самсону волосы Отрезать и все Вот И это очень ценно И очень здорово Что ты об этом сейчас сказал Потому что ты буквально Что называется Подтвердил мои мысли И никаким образом Если вдруг А когда говорят В принципе о русском мате Говорят да Что вот Можно же без мат Можно конечно Можно Можно обходиться В эфире тем паче можно и нужно Все таки язык Конечно Конечно Безусловно Другое дело Что в жизни Иногда Жесткое слово Я сейчас не говорю матерное Просто жесткое слово Оно отвечает на вопрос Чувств человеческих И иной раз Не заменить это слово Ничем другим Потому что тогда теряется Вся нагрузка смысловая У нас с собой времени Осталось ну совсем чуточку И тут я не знаю Конечно ничего Что делать Куда нам деться-то Тут остается у меня Выбор сейчас То ли дать тебе Возможность петь две песни Да лучше одну Ну хорошую Какую? Лучше пообщаемся Счастье А да Песня счастья Завтрашнего дня Тогда да Вот например Владимир Бершак пишет с матом Звучит более емко Конечно Безусловно Собственно слово это такое Что в нем весь смысл Знаешь как Слов с этим корнем И женским И мужским корнем Смыслы ведь совершенно разные Бывают Безусловно да Можно сказать что Как тебе хорошо С корнем из мужского Да Хорошо Плохо Опять же можно упомянуть это слово С мужским так сказать корнем Так же и с женским Что хорошо что плохо Что потерял Что нашел Опять же Это важно понимать И важно это правильно Осмысливать И ни в коем случае Когда люди говорят что что-то там Пошлое мелькнуло Или что Я всегда говорю так Пошлость она не на языке Пошлость она в ушах В ушах конечно Конечно Принимает информацию Так Я уже приводил этот пример Проводил эксперименты Над одной Очень такой Тяжелой аудиторией Я каждый эфир Говорил в конце Ну что я кончил Будьте здоровы До свидания Все улыбались Так как бронемир А слово кончил в русском языке Не имеет никакого Другого смысла Абсолютно верно Абсолютно верно Абсолютно верно Но люди почему-то считают Вот как например Голубятню Которая выходит в эфире Своего радио Постоянно находятся Какие-то придурки Острословые Которые видят в слове Голубятни Какой-то другой подтекст А у них просто это У них такой тоннель верности Они наверное сами Этой темой интересуются Они наверное эти самые Крипто Слабо Крипто Вот в том и дело Когда я им говорю что Голубятня это вообще-то Домик для голубей Фамилия у ведущего голубов Почему же слово Голубятня вызывает У вас исключительно Ассоциации с этими вот Зачем обидели Птиц хороших Назвали этих людей Таким словом Просто да И просто я могу сказать следующее Если они по уголовным Каким-то раскладам Думают Голубятня плохое слово То вообще-то Многие блатные В 90-е годы разводили голубей Да И были голубятниками Да И это старая добрая И скажи Скажи этому человеку что он Да и скажи что да Что голубятня это плохо Он возьмет новый срок Легко Прямо на тебе А вы как петухи Накинулись Да Сразу по анекдоте Поэтому Скажи ему об этом И новый срок он завоюет Только тебя уже не будет Или да Допустим сейчас Ну неужели нельзя там Использовать цвета радуги Теперь же радугу просто так Не нарисуешь Уже тоже там тебя припишут К этим там А сейчас нельзя с другом По улице в обнимку пройти Тебя примут за того кто За того кто в общем то Того самого вот этого Что за жизнь пошла Вообще нереально Какая-то история Поэтому да Слушай вот какая штука то У нас правда осталось совсем Чуть 7 минут буквально Скажи пожалуйста Вот шутки шутками Юмор это конечно хорошо И опять же чувство Которое меня все время Обуревает когда мы с тобой В эфире имею ввиду В программе живые Само собой В обычной этой жизни Ничего все нормально Там можно О чем угодно разговаривать Здесь хочется о высоком Всякий раз хочется Вот с тобой почему то хочется О высоком говорить И почему я понимаю Просто потому что Без шуток сейчас говорю Я поэтов уровня Поэтов подчеркиваю Не текстовиков Поэтов уровня бронемиров Встречал очень редко В этой жизни Сейчас напрягся Сейчас даже микрофон Его выключу Чтобы он не смел Мне перечить Встречал очень редко И когда я в свое время Сказал что это Башлачев Саш Баш такой Современный Но несколько более злой Я ведь был совершенно искренен Так вот Этот альбом О котором сегодня идет речь Свежий твой альбом Свежая твоя работа Семь чудес Он подтверждает Эти мои слова И мои соображения Еще более Ты растешь И растешь невероятно быстро Я не знаю Что этому способствует То ли поэр Который ты привозишь с собой То ли новый круг общения Который у тебя появляется То ли может быть Внутренние Какие-то свои собственные переживания Когда этот рост закончится Я не хотел бы Чтобы это случилось Да? Но я думаю Что я сильно расстроюсь Поэтому я бы хотел Чтобы ты рост и дальше Не останавливался В своем творчестве нисколько Не прими эти слова Как Ну не знаю За слова такого Сверху сказанные Нет я как друг тебе говорю Очень бы Как за столом бы сказал Любому своему Хорошему другу Что ждал бы всегда От него постоянный рост Спасибо Я не знаю каким будет Следующий альбом Я тоже не знаю Но почему-то я предвижу Что это будет совершенно Невероятная работа Которая сможет снести мозг И сознание у людей Даже не знающих твоё творчество Тут кто-то писал Писал что Пытались приучить К твоему творчеству Кого-то из своих друзей Дорога была длинная Ехали в машине Поставили пластинку с бронемером Человек вынужден был это слушать Вынужден Не сильно он Он в багажнике ехал Он претерпелся Он претерпелся в конце концов Но не полюбил творчество В общем люди надеются на то Что новая дорога будет И в общем заставит его Не надо никого заставлять Бронемера либо можно понять Либо не понять Это та самая история Вот мне кажется что Исполнители такого уровня Как бронемер Такого так Такого свойства как бронемер Тут не бывает середины Тут либо сразу Нет категорическое Либо сразу категорическое Да Равнодушным быть невозможно И остаться равнодушным Не сможет никто Либо кто-то сразу отрицает Это говорит Нет это не моё совсем Я этого слушать не могу Либо кто-то Кто влюбляется сразу Моментально И становится для тебя Частью тебя А ты частью этого человека Очень бы хотелось Чтобы таких людей Которые стали твоей частью И частью которых ты стал С каждым днём Становилось всё больше Спасибо Надо наверное Действительно к счастью приступать У нас осталось буквально Четыре минуты Она по-моему у тебя Не коротенькая песенка Такая она Разухабистая песенка По времени Что-то ты загрустил дружище Подожди Я просто Да я подумал Я не помню про что я подумал Вот но Ну хорошо Светло подумал Светло подумал конечно Это очень важно Это очень важно Бронемир подумал сегодня о светлом Да Блестяще Завтра в программе Живые Я просто про счастье вот только-только сейчас Слушал песню Николая Гринько Не-не-не группа Атомоход Есть такая Вот Я когда ехал У меня короче Завтра в программе живые У меня была заряжена короче группа Атомоход Я вот её слушал И там тоже песня про счастье Николая Гринько Вообще у каждого порядочного человека Должна быть песня про счастье У Николая Гринько Да Он завтра будет А Бронемир да Сегодня Заканчивает свою программу Песней про счастье Счастья вам друзья мои Спасибо что были с нами сегодня Будь здоров Ну и в среду Само собой Завтра Программа Цветы пустыни Завтра я приведу Более самого болтливого в мире Сибирского панка Олега Манагера Вот И мы с ним будем рассказывать вам Очень долго Точнее он будет рассказывать Я не скажу ни слова за эфир Это честное слово правда Олег дойдет только до кроманьонцев На пятом часу беседы Вот Но это будет очень увлекательно Завтра да В цветах пустыни Обязательно слушайте Счастья вам друзья мои Ну все пока уже Можно да Да нужно уже Всем пока до завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok